Что интересное, шокирующее или просто забавное происходит прямо сейчас в шоу-бизнесе? Об этом в подробностях прямо сейчас. Во-первых, Киркоров снова зашел не в ту дверь. Выступал он на корпоративе в Екатеринбурге. Что же он там учудил? Хамить нельзя. Иосиф Пригожин пристыдил Ирину Аллегрову за скандал в Сочи. Он тут высказался, что нельзя хамить в общественном пространстве. Без салюта, но с шаманом. Главный концерт дня города Оренбурга посетили около 50 тысяч человек, пишет местное издание. И вот здесь очень интересная строчка. Выступление шамана обошлось в бюджету Оренбурга в 16 миллионов 600 тысяч рублей. Однако певец так и не объявил со сцены, какую сумму с гонорара пожертвуют пострадавшим от палатка, пишут местные журналисты. Видимо, ожидали от певца какой-то помощи. Легендарная рок-группа потеряла миллионы рублей после критики специальной военной операции. Обманутая аферистами Лариса Долина продает еще одну квартиру. Ну и тут такие темы. Гулькина в больнице. Волочкова снялась топли с солярией. Первые снимки Павла Дурова. После освобождения уже опубликовали французские журналисты. Ну а Киану Ривз отмечает свое 60-летие. Прекрасный актер. Цветет и пахнет. Я очень рад, что наконец-то у него появилась женщина в его жизни. Я так понимаю, это надолго учитывая, что, может быть, навсегда учитывая, что Киану Ривз, он такой вот обстоятельный, не гонится за хайпом. В общем, друзья, здесь Сафин. Обязательно подпишитесь на мой YouTube. И еще я же запустил два телеграм-канала. Обязательно перейдите по ссылкам под этим видео для того, чтобы попасть в мое сообщество и быть постоянно на связи со мной. Лучший телеграм-канал о шоу-бизнесе это Сафин Лайк. Сделайте паузу и по ссылке под этим видео в один клик подпишитесь. Ну и давайте начнем вот с не той двери Филиппа Киркорова. Куда он там вошел? Тут разные заголовки. Вот смотрите, пятый канал опубликовал вот эту историю. Следующим образом. Встретили с Караваем и Икрой. Филипп Киркоров выступил на юбилее бизнесмена. Комсомольская правда. Вот такой заголовок опубликовала Киркоров тайно выступил в Екатеринбурге на юбилее крупного бизнесмена. Но как это тайно? Вот сейчас у всех телефоны по-любому. Все, где бы ты там не выступал, попадет в сеть. Ну и собственно говоря, это видео и даже фотографии различные попали в сеть. Давайте сейчас поговорим, что же там на самом деле произошло. Короче, вот издание 7 дней пишет. Вошел не в ту дверь. Позорные выступления Киркорова на корпоративе обсуждают в сети. У меня сразу появились такие предположения, что Филипп Киркоров что-то там учудил. Но вот тут пишет, что на самом деле, если так копнуть, речь не столько о нем идет. Но там отчасти его затрагивают, потому что он за деньги решил принять участие вот в такой позорной вечеринке. Но он же не знал, что там будет. Это, во-первых, не потому что я его защищаю и прям обожаю Филиппа Киркорова. Но ему платят деньги, он артист, но где там подманили, туда и поехал. В общем, местный бизнесмен проводил свой юбилей по различным источникам. До 10 миллионов рублей заплатили Киркорову. И вот что удивляет журналистов. На мероприятии Киркорова встретили как дорогого гостя, но весьма оригинальным образом. Под носом с тремя видами икры, обыграв сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Вот этого фрагмента, к сожалению, нет в сети. Но, видимо, все-таки поначалу действовало, да, вот это правило. Не доставать свои телефоны, не снимать происходящее. Ну, а потом понеслось. И вот я уже видел видео и фотографии, как Филипп Киркоров на сцене исполняет свои песни. А вот юбилеар и его супруга, я так понимаю, помогают. Ну, а Филипп Киркоров что скажет? Ну, вот вышли заказчики, которые наполняют его карманы. Ну, они хоть там поют, хоть танцуют, хоть кан-кан исполняют, без разницы. Вот нужно терпеть, а может быть ему даже нравится. Но вот пишут, что он не был огорчен таким происходящим. Ну, и вот еще подметили журналисты. Гвоздем в вечеринке стал не Филипп, да, не Филипп, а супруга юбиляра, которую в юбке и белом корсете вынесли на руках молодые люди в басках. Ну, там прям целый спектакль они разыграли. И вот как решили подытожить это событие журналисты. Этим странным перформансом дело и ограничилось. Но многие все равно осудили праздник за пошлость и отсутствие вкуса. А Киркорова за то, что он опять зашел не в ту дверь и ради денег соглашается на подобную работу. Ну, вот сами журналисты за себя и ответили. Работа! Это всего лишь работа. Сегодня Киркоров там, завтра здесь. Ему без разницы, где платят. Не заставили же его с голой задницей скакать по сцене, правильно? Но, я думаю, в его карьере бывали даже за последний год ситуации и повеселее в кавычках. Я не думаю, что здесь стоит искать что-то такое экстраординарное, друзья. Пишите комментарии открыты, как вы оцениваете вот участие артистов в различных сомнительного плана в вечеринках, корпоративах. Я считаю, что это просто работа. Какое мнение у вас? Хамить нельзя. Пригожин пристыдил Аллегрову за скандал в Сочи. Вот тут тоже Ирина Аллегрова вроде бы выходит на работу, а с недовольным лицом. А с чего бы это вдруг? Если вам не нравится то, что вы делаете, но нужно сидеть дома, правильно? Я вот когда делал первый обзор, было доступно видео. Она вот выходит из машины, идет куда-то там, я понимаю, на сцену. Она вот отворачивается от журналистов, всем своим видом показывает, что не хочет с ними общаться. Но в принципе она не сделала в данном случае ничего такого оскорбительного, на мой взгляд, за исключением того, что вот ее помощник, да, вот он вот так прикрывал прям в камеру журналиста, своей ладонью отталкивал и в какой-то момент проходящая мимо камеры Ирина Аллегрова сказала, как я вас, ну и там можно было предположить по ее недовольному лицу. Как я вас терпеть не могу, ненавижу, как я вас не хочу видеть. Ну что-то вот в таком роде. Но это явно было не из той оперы, что как я вас, ох, ну хочу расцеловать, как я вас обожаю. А вот журналисты, между прочим, пишут, что здесь как будто бы помощники народной артистки матерились и били по аппаратуре. Я не видел, чтобы они били по аппаратуре. Если вот это тот фрагмент, когда оттолкнули камеру, они совсем, ну вот этот помощник совсем не бил, это преувеличение. Ну а матерились они, я честно не слышал. Не потому, что я опять же обожаю Аллегрова, но я предпочитаю честные новости. Ну вот тогда бы написали, какое слово использовали журналисты. Ну и вообще видео бы тогда приложили. Ну и вот еще пишут, что напоследок Аллегрова пообещала, мало на вас Лола наехала, я еще хуже на вас наеду. Но, видимо, имелось в виду вот эта тирада Лолиты Милявской, там она проходила мимо журналистки. Ей вот так в лицо, с милым рай в шалаше, она ей отвечает, ну я мягко скажу, блин, ну вот смачно, да, представляете, что сказала Лолита. Блин, как вы задолбали своими тупыми вопросами. Но я не понимаю, а что они так недовольные? Но вот Иосиф Пригожин, между прочим, правильно говорит, нужно ко всем относиться с уважением и иметь терпение. Нельзя хамить в общественном пространстве. И вот еще одно классное замечание Иосифа Пригожина, я с ним согласен, надо было тогда ходить по каким-то закрытым помещениям, чтобы ее никто не видел. Ну или как это делает Леонардо Ди Каприо, вот натянуть бейсболку, какой-нибудь головной убор вот так, вот прям посюда, натянуть на себя капюшон. И вот так уставиться вниз, но тогда не светить своим недовольным лицом, не цедить что-то сквозь зубы. Мне не нравится такое отношение артистов к представителям СМИ, потому что по сути это есть отношение не просто вот к людям, да, исполняющим свою работу, это есть отношение ко всем нам, ко всем окружающим. Ирина Аллегрова, если хочет уйти со сцены, никто же ее не держит, ну надо уйти, чем вот так переступать каждый раз через себя, выходить на эту ненавистную ей сцену под свет прожекторов и исполнять свои песни. Ну, в принципе, мы можем и так их послушать в телефоне, через компьютер, но валом мест, где можно сегодня услышать артистов, не обязательно вот видеть их каждый раз, правильно? И, кстати, я сразу вспомнил, на новой волне, там Андрей Губин проходил мимо журналистов, ему задали несколько вопросов, вы знаете, он так по-человечески остановился, отвечал, он никого не посылал, не цедил сквозь зубы. За это я всегда уважал Андрея Губина, за его человеческое отношение к окружающим. И вот, кстати говоря, Иосиф Пригожин, вот продолжая вот эту тему, осуждая Ирину Аллегрову, где-то откопал еще вот, что я видел ролик, как другой артист сказал, сдохните. И, кстати, честно признаюсь, Сафин не видел такой ролик, я не знаю, о ком идет речь, сдохните, но я с интересом посмотрел бы. И вообще, по итогам всего вот этого скажу, что представители шоу-бизнеса, я намеренно не называю их звездами, звезды это вон там, на небе, это просто не звезды, это просто артисты, исполняющие свою работу. У кого-то работа в больнице, у кого-то в школе, а вот они исполняют свою работу, ну тогда, пожалуйста, закройте свои рты и не надо нести вот эту ересь, что значит сдохните. Представители шоу-бизнеса просто обнаглели. Какое мнение у вас, друзья, пишите в комментариях, они открыты, приветствуются разные точки зрения, то есть не надо прям ругать, может быть у кого-то есть мнение положительное, а вы стесняетесь, скажите об этом. Без салюта, но с шаманом. Главный концерт дня города Оренбурга посетили около 50 тысяч человек, пишет местное издание Урал56.ru. Я специально, друзья, в последнее время, когда речь касается региональных событий, копаюсь поглубже для того, чтобы найти местные издания, потому что им все-таки ближе, да, эта тема, и они из первых уст, что называется, все нам озвучат. И вот, смотрите, пишут журналисты, выступление шамана немного затянулось, продлилось примерно 72 минуты, ох, какая точность, 72 минуты. Он спел 13 песен, в конце исполнил гимн России, во время песни «Я русский» спустился со сцены и прошел по площади, но самое любопытное это в конце этой публикации. Выступление шамана обошлось Оренбургу, бюджету Оренбурга в 16 миллионов 600 тысяч рублей. Мы это с вами и ранее знали, потому что раздавались возгласы недовольных местных жителей о том, что пусть он откажется, либо направит эти деньги вот местным жителям для того, чтобы они получили дополнительное средство для того, чтобы устранить последствия паводка. Потому что вот на фоне вот этой новости о том, что будет столько-то миллионов потрачено на концерт шамана, раздавались возгласы, что еще не все местные жители получили в полном объеме компенсацию. И вот на что обращают внимание еще журналисты. Видимо, все-таки местное население ждало какого-то заявления от шамана, однако певец так и не объявил со сцены, какую сумму с гонорара пожертвуют пострадавшим от паводка. Праздничного салюта в этом году не было. Ну вот, не я это придумал, пишут журналисты местного издания с Урала. Но им виднее, видимо, вот в местной среде ходили какие-то разговоры, ожидания о том, что шаман все-таки по окончанию концерта заявит о том, что какую-то часть отправит на помощь пострадавшим от паводка. Но он этого не сделал, и я, как понимаю, не сделает. Почему? Потому что у него была же отличная возможность сделать это во всеуслышание, когда все люди, местные, собрались. А сейчас, когда он уехал, ну какой смысл возвращаться к этой теме, правильно? Но на нет и суда нет. Следующая тема. Легендарная рок-группа потеряла миллионы рублей после критики СВО. О ком идет речь об Александре Васильеве и группе Сплин. Телеграм-канал Мэш пишет, что группа понесла значительные финансовые потери в прошлом году, закончив его с чистым убытком в 24,5 миллиона рублей. Ну и в общем, по мнению канала, это стало следствием скандальных заявлений лидера коллектива, который высказался против начала спецоперации и выразил надежду на возвращение артистов, уехавших из страны. Сам он сейчас проживает в Испании, ну а группа Сплин гастролирует не в России, а за ее пределами. Вот такая новость. Обманутая аферистами Лариса Долина продает еще одну квартиру. Вот здесь издание, такое из H-LIFE, я даже не знаю, не знаю. Первый раз слышу, артистка стремится наладить финансовое положение, пишут журналисты. Чет вы, друзья, опоздали. Я уже неделю назад, как разместил у себя заявление о том, что Лариса Долина действительно пытается продать свою квартиру в Юрмале. И об этом она призналась на праздничном ужине, который вот состоялся по окончанию всей вот этой тусни на Новой Волне. И когда Игорь Крутой там обращался к ней, она сидела за столом, Лариса Долина, видимо, ужинали уже. И вот он спрашивает, у вас же там тоже какая-то недвижимость? И она говорит, да, я пытаюсь продать, а вообще мне запретили въезд в Латвию на всю жизнь. Так что, друзья, вы теперь знаете, что Сафин всегда успевает одним из первых это, во-первых. Ну и во-вторых, Лариса Долина действительно пытается продать свою квартиру в Латвии. Там она находится под санкциями. Удастся ей это или нет? Если да, я первым вам об этом расскажу. Экс-участница группы Мираж Наталья Гулькина попала в больницу, пишет газета.ру. В общем, они отслеживали шоу «Ты не поверишь». И, в общем, Гулькина проходит лечение в клинической больнице. Певица лежит в вип-палате стоимостью 8 тысяч рублей в сутки. Мне сначала показалось, я думал, нуля не хватает или двух нулей, потому что мы с вами привыкли, да, что представители шоу-бизнеса, ну, просто бесятся с жиру, столько денег вкладывают, особенно в свое здоровье. Но нет, действительно, 8 тысяч рублей и вип-палата. Но тут дальше такая женская история. Я вот не хочу даже это продолжать, просто к вашему сведению одним предложением. Как отмечают в программе, Гулькина попала в больницу на фоне скандала с бывшей коллегой по группе Мираж Маргаритой Суханкиной, которая обвинила Гулькину в том, что та соблазняла женатых мужчин. Тема закрыта. Волочкова снялась топлив с солярией, тоже вот из этого разряда, почему такие новости, связанные со шпагатами. Балерины всея Руси постоянно попадают в СМИ, я не знаю. Вот интересную формулировку я прочитал в издании Ньюс Ру. Из одежды на ней были только желтые трусы, а верхнюю часть тела она прикрывала красным полотенцем. Желтые трусы. Хорошо, что не красные труселя. Первые снимки сооснователя телеграм Павла Дурова после освобождения из-под ареста сделали французские журналисты. Да, вы видите их на экране. Предприниматель с улыбкой на лице, одетый в спортивную черную одежду, гуляет по Елисейским полям со своей ассистенткой Юлией Вавиловой. Впрочем, издание называют девушку невестой Дурова. Но мы видим, что несмотря на задержание, несмотря на кучу нарушений, которые предъявляют создателю телеграмму, он находится в прекрасном расположении духа, но и в привычной для нас одежде. Мы-то его всегда привыкли видеть в черном. Он разгуливает по Парижу и тут даже некоторые журналисты пишут, что присматривает себе жилье. Ну да, ему же выезд с территории Франции запрещен. Ну а в том, что он может не только снять, но даже купить жилье в Париже. Даже вот напротив Эйфелевой башни мы с вами нисколько не сомневаемся. Но вот видите, все, кто переживал за Дурова, я думаю, делают это зря, потому что бодрое расположение духа говорит само за себя. А здесь Сафин, подпишитесь на мой YouTube и на мои телеграммы.